Афганскому опыту СССР посвящены тонны книг и научных трудов, как в самой России, так и в мире. Но это произошло уже потом, в 90-х и 2000-х. Во время самой войны они говорили немного и строго в соответствии с текущим политическим моментом. Сперва скупые сводки, секреты и замалчивания, потом хвалебные репортажи, а затем и критический взгляд на происходящее. Все это советский человек прочел и увидел своими глазами. О работе СМИ в период афганской войны мы говорим с независимым журналистом, политологом, экспертом по странам Средней Азии Аркадием Дубнов. Аркадий, вы помните, как советские СМИ сообщали о вводе войск в Афганистан? Помню сообщение в газете «Правда». В уголке, где-то, наверное, на первой полосе, было такое небольшое сообщение о решении советских власти или политбюроции, как и ПСС, в вводе ограниченного контингента советских войск в Афганистан по просьбе правительства ДРА. Никаких подробностей не было. Они потом появились по телевизору, когда стали выходить наши говорящие пропагандистские головы, типа Юрия Жукова, либо Валентина Зорина, объясняли нам, что Соединенные Штаты замыслили размещение американских ракет поблизости от нашей границы. Надо напомнить, что Советский Союз тогда ограничивался Афганистаном. И эти американцы угрожают нам вот этими новыми базами военными и так далее. А что было дальше? Как в последующие годы советские газеты и телевидение рассказывали о войне в Афганистане? Могу сказать одну вещь, что в первую половину 80-х годов о том, что происходило в Афганистане, мы могли только догадываться. Как же потом война, мы не представляли. Мы только знали, что туда посылают наших солдат. Они там гибнут, приходили гробы. И для меня, в общем, наверное, тоже одним из таких реперных точек вынимания, насколько трагедийной этой ситуации, была гибель моего школьного друга Валера Блинкова. Он был командиром эскадрильи вертолетной, майор. В общем, в известной степени как бы попал в Афганистан случайно. Ну, дело вот в чем, что когда его сбили, экипаж, тоже, в общем, история, конечно, очень трагическая. Его сбили не в бою, когда он возвращался из Ташкента после медицинского переосвидетельствования. Экипаж, который привез его провожать в Цинковом гробу, мы три дня пили. По-четному, потому что пили. И когда, наконец, тормоза ослабли эти ребята, его подчиненные, они стали рассказывать про войну. И, Андрей, я должен вам сказать, что это было страшно. Это было просто страшно. То есть я абсолютно увидел четко, что это то же самое, что американцы делали в Вьетнаме. А потом в конце, во второй половине 80-х, с приходом Горбачева в власти, с началом перестройки, особенно в середине 80-х, самой главной проблемой стала война в Афганистане, в которой стало ясно, Москва будет прекращать наше там участие. И стали появляться чаще репортажи из так называемой этой горячей точки, военные репортажи. Они, конечно, были оптимистические, победительные, замечательные, героические. Что вы думаете о желании некоторых депутатов Госдумы пересмотреть результаты той войны, признать оправданным ввод войск в Афганистан? Со стороны, скажем, коммунистов, коммунистической фракции в российском парламенте, это чисто политическая акция. Она должна оправдать, в принципе, ту власть, которая существовала в Российском Союзе, объяснить или показать людям, что все, что делала наша власть, все было справедливо, и мы всегда думали, в первую очередь, о людях по всему миру. Мы интернационалисты, и мы всем помогали, искренне, не жалея головы собственной, живота.